Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о первом соборном послании святого апостола Петра. И сегодня мы с вами читаем пятую главу. Пастырей ваших умоляю я, сопастырей, свидетель страданий христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасить Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы. Апостол обращается здесь к пастырям, и мы видим, что уже с самого начала существуют пастыри, как определенное служение в церкви. Это пастыри, которых рукополагают апостолы, и на них лежит обязанность пасти Божие стадо, то есть заботиться о христианах, об их духовном здравии, и делая это непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не пытаясь заработать на это много денег, но из усердия желая угодить Богу, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Обычно неверующие люди, враждебные по отношению к церкви, они очень любят говорить о том, что священники, они необычайно зарабатывают на христианах, что они именно что из гнусной корысти служат, но вот по моему опыту церковной жизни, по моему опыту общения со священниками, я знаю, что это, конечно же, не так, могут быть недостойные священники, я таких лично не встречал, но отчего бы им и не быть, везде могут быть недостойные люди, но те священники, которых я знал, они, и знаю, они далеки от гнусной корысти и служат Богу, и это очень тяжелое, очень трудное служение, которое требует полной посвященности, то есть человек, который хотел бы заработать денег, он пошел бы куда-нибудь, выбрал бы себе другую совершенно карьеру, а священник это человек, который совершает, собственно, богослужения в храме, после этого он должен беседовать с прихожанами, принимать их исповеди, после этого он должен посещать тюрьмы и больницы, или прихожан, которые не могут приехать, больные или старые, на дому принимать исповеди, причащать умирающих, после этого он поедет куда-нибудь в школу, проведет беседу там со школьниками, после этого он должен будет встречаться с людьми для того, чтобы увадить какие-то вопросы, касающиеся обустройства церкви, ее отопления, поддержания ее в порядке, в общем, священник это человек, который несет чрезвычайно трудное служение, у которого абсолютно нет свободного времени, и который должен еще заботиться о своей собственной семье, и абсолютное большинство священников, и все, кого я знаю лично, это люди, которые достойно несут свое служение, когда явится пастырь и начальник, они получат неувидающий венец славы. И апостол далее обращается к нам, к мирянам, он говорит, так же и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы, как миряне, призваны повиноваться пастыре. Мы должны не отягощать наших священников, не затруднять их служение, мы должны им повиноваться и, подчиняясь друг другу, облекаться смиренно мудрием, потому что, конечно, мы можем по-разному относиться друг к другу, мы можем по-разному относиться к священникам, можем высматривать какие-то их недостатки, какие-то их провалы, какие-то их слабости, и в них вцепляться, но мы призваны поступать по-другому. Мы должны проявлять смиренно мудрие и подчиняться друг другу, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это очень контркультурное заявление, поскольку в внешнем, вне церковном мире и в античности и сейчас гордость – это хорошее качество. Гордость – это позитивно звучащее слово, и несмотря на то, что мы уже 2000 лет живем, когда Евангелие проповедано, тем не менее гордость – это считается хорошим словом. Человек гордый, который может себя поставить, он считается таким образцом для подражания. Священное Писание говорит иначе. Бог противится гордым. Следует избегать гордости, избегать надменности, избегать высокомерия, избегать нашей тенденции уничижать других людей, особенно уничижать пастырей, потому что Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. И это смирение, оно не означает пассивность, оно не означает того, что человек безразличен перед лицом зла или греха, нет. Но смиренному человеку Бог дает мудрость, как помочь делу, он дает ему мудрость, как исправить то, что нуждается в исправлении. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. И явно здесь апостол вспоминает притчу Господа о званых на пир, где Господь говорит, что не надо занимать первые места, потому что придет кто-то более почетный, чем ты, и тебе придется ему уступить место, тебя сгонят, ты, ища себя чести, наоборот, осрамишься. А вот если ты займешь самое последнее место, то хозяин пира попросит тебя пересесть повыше, и тебе будет оказана честь. И это пример того, как мы должны поступать. Мы должны смириться под крепкую руку Божию, не заноситься, и Бог нас вознесет. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Конечно, люди тогда и люди сейчас бывают исполнены беспокойства, бывают исполнены тревоги о том, а что будет дальше, столько бед и несчастья происходит в мире, люди внезапно заблевают страшными болезнями, подвергаются всяким несчастьям, попадают в автокатастрофы. Что мне делать, где соломки подстелить, как завтра все будет? И апостол говорит, мы должны смириться под крепкую руку Божию и заботы возложить на Него. Мы должны исполнять наши обязанности, делать, что мы должны делать, усердно трудиться, но не пребывать в этой озабоченности и в беспокойстве. Бог знает, что произойдет в будущем. Божий промысл всегда осуществится. Как говорит один духовный автор, какую пользу можно приобрести, борясь со всемогущим. Божий промысел произойдет так, как Бог тому предопределил, и мы должны просто в этом отношении на Него положиться и смириться с тем, что Божий промысел знает, как для нас лучше. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, и зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». «Трезвитесь, бодрствуйте», то есть вот как воин на посту, который знает, что враги предпримут нападение, он стоит и бодрствует. Он не лежит и спит, потому что он знает, что от этого зависит его жизнь. Если он будет лежать и спать, на него внезапно нападут и его убьют. И он знает, что он должен стоять и ни в коем случае не спать. И что если он видит какие-то признаки приближения врагов, он должен быть особенно бдителен. И апостол использует этот образ для того, чтобы напомнить нам о том, что у нас есть противник. Дьявол, он совершенно реален, и его цель – разрушить Божие творения вообще и разрушить отношения между Богом и людьми в особенности. И когда человек обращается к Богу, дьявол прилагает особые усилия, чтобы совратить его с пути спасения. Он ищет, кого поглотить. В то время хищные звери были еще реальной совершенно проблемой. Это только сейчас для нас-то не актуально, но можно посмотреть, иногда показывают документальные фильмы про жизнь где-то в Африке, где люди, местные жители, члены африканских племен, которые живут еще где-то в глубоком каменном веке. Ну, правда, им сейчас доступны, конечно, кое-какие металлические инструменты, но они живут в общем и целом как тогда. Они выстраивают такой чистаков вокруг своей деревни и разводят костры, потому что действительно ночью ходят львы, и реально людей могут съесть. И они там стоят с копьями, воины этого племени, и стоят с копьями, поджидают этих львов, чтобы их отогнать, если они попробуют напасть на их деревню. И они, понятно, не могут себе позволить спать, потому что они могут проснуться уже в животе у льва, и поэтому они должны постоянно бодрствовать. Так и христианин должен помнить о том, что дьявол постоянно пытается подбить его на грех, и некоторые обстоятельства в жизни, некоторые мысли, которые приходят, некоторые соблазны, с которыми он сталкивается. Это не просто вот так оно случилось, не просто так оно совпало, это часть духовной битвы, это атака со стороны дьявола, который пытается проглотить христианина, и ему надо противостать твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. В данном случае апостол говорит о гонениях, о преследовании христиан, о враждебности, с которой они могут сталкиваться из-за своей веры. И поэтому надо помнить, что за этим стоит дьявол, что он будет прилагать в такие усилия, и что мы должны этому противостоять, как воины Иисуса Христа. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христа Иисуса, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми. Вот это кратковременное страдание, оно обернется вечной славой. Есть очень много эллигической поэзии, таких печальных мыслей, когда человек, уже приближаясь к смерти, он оглядывается на свою жизнь и думает, жизнь прошла как один день. Как все быстро пролетело. Вот кажется, недавно я был юноша, а теперь я уже старик, и я вижу уже перед собой смерть. Как все это грустно и печально. Но апостол говорит не о том, что это грустно и печально, а о том, что любые страдания, которые мы переживаем в нашей земной жизни, они кратковременные. Мы на них оглянемся из-за конца нашей жизни. Скажем, это все прошло как один день, но Бог нас призвал в вечную славу. И это вечная слава, это нечто несоизмеримо большее, чем все, что мы можем претерпеть здесь, на земле. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. То есть христиане нуждаются в утешении и удостоверении, что это истинная благодать Божия перед лицом гонений, что они не зря страдают. «Приветствует вас избранная, подобно вам церковь в Вавилонии, Марк, сын мой». Марк, автор Евангелия от Марка, это переводчик Петра, вероятно, речь идет о духовном сыне, духовном сыновстве. И Марк был постоянным спутником апостола Петра. И, вероятно, Евангелие от Марка, оно написано со слов апостола Петра, как мы можем предположить. «Приветствуйте друг друга в обзаднем любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь». Мы прочитали пятую заключительную главу первого соборного послания святого апостола Петра, и мы делаем это в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok